Какая из этих мер является правильной, какая лучше всего позволяет нам сравнивать между собой тексты, мискотексты и так далее. И вот ответ на этот вопрос очень нетривиально найти. Потому что когда мы ходим по Манхэттену, мы понимаем разумное величину, которое коррелирует с правильной мерой расстояния. Это время, которое я оттрачу, и я с постоянной скоростью. То есть, если я иду с постоянной скоростью, например, сюда дольше, чем вот сюда, то это мне подсказывает, что невклидовое расстояние плохая мера, потому что оно бы сказалось, что это не сюда опять, а сюда опять. Я сюда почему-то иду дольше, чем вот сюда, чему понятно, как можно гибать. А если я птица, то наоборот, невклидовое расстояние хорошее мера, а Манхэттенское расстояние плохое, потому что я лечу сюда и сюда одинаковое время, а невклидовое расстояние не так и говори, а Манхэттенская единица. Ну вот, здесь имеется очевидная привязка к реальности. В случае с корпусами текстов такой очевидной привязки к реальности нет. И мы с вами сейчас попробуем эту привязку найти, опираясь на замечательную идею британского корпуса Альплиста Анна Канкариева, к сожалению, недавно скончавшегося, а именно идею корпусов, известной с ней в дискуссии. Что это значит? Давайте сделать такую вещь. Мы возьмем два текста или два корпуса текста, которые мы считаем принципиально разными. Это могут быть, например, роман «Пластелин колец» и «Биржевые сводки». Любые тексты, только давайте договоримся, что мы считаем, что они различны. Мы считаем, что «Пластелин колец» — это один тип текстов, а «Биржевые сводки» — это другой тип текстов. И вот я давайте назову «Пластелин колец» обозначу за «А», а «Биржевые сводки» я обозначу за «Б». Дальше я могу сделать такое интересное, что я могу из этих, взятых мною заранее текстов, получить новые тексты, причем это будут тексты известной степени свойства. Получаю я их тем самым способом, которые у меня здесь нарисованы. Посмотрите, я делю «Пластелин колец» и «Биржевые сводки» на 55 кусочков. Дальше я буду их случайно перемешать внутри того текста. Вот я поделил на 55 кусочков. И теперь я делаю такую вещь. Смотрите, я создаю текст «С0». В текст «С0» я включаю 0 кусков из «Бластелина колец» и 10 кусков из «Биржевых сводок». В текст «С1» я включаю 1 кусков из «Биржевых сводок» и 9 кусков из «Биржевых сводок». В текст «С2» я включаю 2 кусков из «Биржевых сводок» и 8 кусков из «Биржевых сводок». и так далее, вплоть до текстов C-10, в которых я включаю 10 кусково-надцателина колец и 0 кусково-нешевых слов. Почему это хорошо? Потому что теперь я могу делать некоторые выводы о том, какие из этих текстов ближе друг к другу, и могу проверять, хорошо ли работают мои меры или плохо. Вот смотрите, вот такой пример. Вот я построил таким образом, теперь я измеряю расстояние между C-0 и C-5, между C-1 и C-3. Что должно оказаться ближе друг к другу? C-1 и C-3, или C-0 и C-5? C-1 и C-3 должны быть ближе, наверное. Идея состоит в том, что мы рисуем вот такие вот пары дужек, где одна дужка вложена друг в друга, где одна дужка вложена в другую. И во всех таких парах дужек у нас должно оказаться, что большая дужка соответствует большему расстоянию по мере, которую мы измеряли, чем вложенная дужка. Ну давайте такой маленький математический вопрос из области комбинаторики. Сколькими способами я могу вот здесь вот в этой таблице изобразить такие пары дурек, так что одна вложена в другую, и концепция не перепрывается. У меня здесь, соответственно, 11 текстов C-0 и C-10. Сколько, с какими способами я могу изобразить такие пары дурек? Пробуем еще нарисовать. Вот смотрите, вот имеется 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 10. Ну вот я могу, например, нарисовать от 0 к 3 и от 1 к 2. Ну хорошо, вот я могу нарисовать от 0 к 7 и, например, от 2 к 4, от 3 к 5, от 6 к 1 к 1. В общем, много всего вложено. Значит, сколько всего способов нарисовать такие пары дурек у меня есть, выбрать такие пары дурек? Ну, на самом деле, очевидным образом, столько же, сколько способов выбрать 4 разные точки. Значит, если я выбираю отсюда 4 разные точки, то я могу заединить их дужками нужной конфигурации И вот это единственный способ. Разрисовать, например, выкладочки 2, 4, 7 и 10. Значит, у меня внешняя дужка пройдет от 2 до 10, внутренняя дужка от 4 до 7. И отцетка расстояния между корпусами 4 и 7 мне должна оказаться меньше, чем отцетка расстояния между корпусами 2 и 10. Ну, то есть, трудно рассчитать, что это... 11 ватериал делить на 7, ватериал делить на 4. 11 ватериал делить на 7, ватериал делить на 4. А вот дальше больше. Ну, получается, такая локация, да? Что если моя мера расстояние во всех этих парах дурек дает хорошие ответы, она хорошая. Если моя мера расстояние во всех этих парах дурек дает плохие ответы, если она не во всех парах дурек дает хорошие ответы, то их дает неправильный знак не больше, а меньше для внешней дужки, тогда моя мера не такая хорошая. И вот я, опять-таки, не вдавая в технические подробности, предъявлю вам результат эксперимента с разными мерами такого народа. В основном, я провел этот эксперимент на большом количестве корпусов английского языка с 6 мерами, кроме тех 5, которые вам судили еще. Мера способа ключевых словам, которые подробности опять-таки не поддаются. Но неважно, потому что введителем в результате этого эксперимента оказывается манхэттенское расстояние. Смотрите, манхэттенское расстояние в большинстве случаев дает другие меры по степени качества. В большинстве случаев дает более процентов правильных суждений в таких вот дужках, чем не в плиновом расстоянии, чем в космическом расстоянии. Такая разница не очень большая. Но видно, что все леопические меры, в общем, довольно сильно наверху. И это подтверждается и другими экспериментами, что геометрические меры оказываются самые лучшие. Статистические меры оказываются заметно хуже, хотя именно статистические меры долгое время использовались в корпусной компьютерной лингвистике для сравнения текстов. 90-е годы, начало 2000-х годов — это время доминированных статистических мер, до того, как были приведены такие эксперименты. Ну вот получается такой вот краткий обзор, как устроено измерение расстояния между корпусами текстов и на основе числа космических. Возникает резонный вопрос. Зачем это может пригодиться? Самый, наверное, простой и очевидный ответ на этот вопрос и то, где чаще всего применяются такие вещи — это, конечно, атрибуция авторства. Потому что задача атрибуции авторства — это решение, которому такой задача. Если у нас имеется текст, который мы не знаем, кто написал, и имеется несколько кандидатов на то, чтобы быть его автором, то, например, много обсуждается роман «Тихий дом», написал ли его Шолохов или Крюков или кто-то еще, неизвестно. И иногда мы можем сделать примерно то же самое. Мы можем измерить расстояние от интересующего нас текста до текстов тех авторов, которые претендуют на роль автора соответствующего текста и понять, к чему оно оказывается ближе. Тут, конечно, будут проблемы, которые связаны с тем, что если разные меры дадут разные результаты, то чему верить? Тем не менее, стандартный подход обычно сейчас именно такой. Мы берем какие-то такие меры, основанные на частотных списках слов, и на основании близости измеренных примерно так, как я вам сегодня рассказывал, и определяем, какой текст ближе всего, какой автор, текст какого автора ближе всего к интересующим нас текстам. Это одна возможность практического применения этих метров. Другая возможность — это, например, разного рода рекомендательные системы. Вот смотрите, есть всякие сервисы, на которых вы, например, читаете книжки, книжные электронные магазины, магазины электронных книг или какие-то просто сайты с собрания книг, что-нибудь такое. В принципе, если посмотреть, какие книги вы читали, то можно сделать еще простую вещь. Можно найти книгу в собрании, которая более всего похожа на то, что вы читаете, ее вам порекомендовать, тем самым повысить вашу лояльность к этому сайту, и тогда вам порекомендуют интересную книгу, про которую вы, может быть, не знаете. И все это можно сделать, опять-таки, на основе примерно таких вот вычислений, как те, что вы сегодня производите.